Здравствуйте, дорогие земляки-туркменистанцы! Обратите внимание на этих людей. Они являются штатными сотрудниками Министерства национальной безопасности Туркменистана и занимаются выискиванием активных туркменистанцев за рубежом, которые не согласны с действующим режимом Туркменистана и проявляют свою гражданскую позицию. Если получается, они выманивают этих людей в Туркменистан, где их сажают в тюрьму Овадан-Депе, так же, как случилось с Омрузаком Омар-Кулиевым. Согласно новости радио Азатлык, его приговорили к 20 годам заключения. Если у них не получается выманить активных граждан, тогда работники МНБ начинают терроризировать родственников этих людей в Туркменистане. Они специальные сотрудники МНБ Туркменистана по Турции. Иными словами, они ответственны за проведение спецопераций на территории Турции. Работая под прикрытием МНБ, они являются специально прикомандированными работниками посольства Туркменистана в Турции. Посольство и консульство Туркменистана, направляя письма в разные структуры правительства Турции, обеспечивает юридическое прикрытие этой незаконной террористической группы. Нужно помнить, что ни один сотрудник МНБ не может провести ни одну операцию без разрешения и сопровождения консула или посла. Прибывая в страну, сотрудник МНБ отчитывается перед посольством, рассказывая о поставленных задачах. То есть, хотя на документах эти люди могут являться обычными сотрудниками посольства или консульства, по указанию МНБ и власти Туркменистана, посол осознавая сопровождает и помогает организовать политическую, экономическую и финансовую поддержку этим людям. Будьте внимательны. При удобном случае фотографируйте этих людей, задавайте вопросы и выводите на разговор. Записывайте все происходящее. Сегодня мы поговорим про одного из этих спецработников Чепарова Азата Гадамовича. Азат Чепаров родился 24 марта 1986 года в Итрапе-Фараб в Ибабском Милаяте Туркменистана. Он окончил туркмено-турецкую школу в городе Туркменабад. Проживает в Стамбуле с семьей. Состоит в браке с 19 октября 2016 года. Являясь выпускником Стамбульского университета, Азат Чепаров вместе с Мирданом Курбановым владеют кафе Фиджи Хаус на 4-м инвенте города Стамбул и фирмой «Диар Туркмен Карго» в Стамбуле по адресу Эсенюрт, Тургутузал Махал-Леси, улица 116, номер 39-Б. Эта фирма занимается перевозкой груза и переводом денег из Турции в Туркменистан. Казалось бы, обычный бизнесмен. Но не все так просто. В феврале 2018 года он лично выманил Омруза Кумар-Кулиева в Туркменистан под предлогом выступления в Меджлисе Туркменистана. Омруза Кумар-Кулиев был студентом второго курса Османийского университета имени Куркутата и создателем общества туркменских студентов в Турции. Также Азат Чепаров сотрудничает с одним из бывших работников посольства Туркменистана в Турции, Давраном Уразглыджевым. Давран Уразглыджев, юрист по образованию, является главным редактором журнала Атаватам Туркменистан. Он владеет фирмой Макул Хазмат в Туркменистане. Эта фирма занимается переводом и оформлением документов для студентов, желающих поступить на учебу в вузы Турции. Через эту фирму имена студентов выпадают в руки Азата Чепарова. Азат Чепаров был замечен на митингах в Стамбуле против действующего режима Туркменистана, провоцируя мирно протестующих граждан. Также, согласно одному из очевидцев, людей, возивших груз через фирму Азата Чепарова, частично вызывали на допрос в прокуратуру Туркменистана. Подписывайтесь на наш канал и следите за новостями ДВТ. Продолжение следует...